Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. В этом видео я вам расскажу, как сделать возврат денег по Tax-Free. Поэтому, если вам интересно узнать, как это работает и увидеть конкретный пример, на котором я всё покажу, то продолжайте смотреть это видео. Поехали! Итак, если вы сделали покупку более чем на 150 евро в одном магазине за один день, это могут быть даже разные чеки, не обязательно всё в одном чеке, то вы имеете право, когда вы улетаете из Евросоюза, вернуть Tax-Free. Это, по-моему, 22% от стоимости. Когда вы совершаете покупку в магазине, вам нужно сразу продавцу об этом сказать, что вы будете возвращать Tax-Free в аэропорту, и они вам сделают фактуру. Не обычный чек, а именно фактуру. Попросит у вас паспорт. Обязательно сделайте с паспортом. Будьте внимательны, проверяйте данные паспорта, потому что мой паспорт принесли неправильно, и мне нужно было звонить им, чтобы они изменили номер паспорта в системе. У меня тоже был косяк, я первый раз это делала, поэтому, когда я совершила покупку, я сразу им об этом не сказала. И потом до меня дошло, я решила зайти опять в магазин спросить. Они мне говорят, что уже чек выбьют, уже невозможно ничего сделать. Я говорю, как у меня покупка на 400 евро? Мне нужно по-любому сделать, иначе я большую сумму теряю. Она говорит, ладно, подожди. В итоге оказалось, что можно. Они забрали этот чек, они его аннулировали, создали новый чек, сделали фактуру. Так что, если вам будет говорить, что нельзя это сделать после того, как чек уже вышел, знайте, что можно. Будьте настойчивы. Обязательно проверяйте ваши паспортные данные, которые они заносят в систему, еще в магазине, потому что потом вы просто не успеете на свой рейс, если будете стоять в очереди и звоните, пописите в магазины и пытаться чего-то добиться. Когда я приехала в аэропорт, я подошла в окошко Global Blue, и там подала все документы, которые мне дали в магазине. Там нужно просто расписаться, нужно дать свою кредитную карточку, обязательно, чтобы она была кредитная, не обязательно той, которую вы расплачиваете, любую, на ваше имя, и на нее вам вернут деньги. Если вам при чеке не нужно сдать багаж, то обязательно процедура с Tax-Free делается до сдачи багажа. У вас вещи должны быть при вас, а после этого уже можете их сдавать. Наличие вещей, за которые вы возвращаете деньги, вообще не проверяют, но теоретически это может случиться, поэтому лучше честно заявлять то, что вы везете с собой. Итак, посмотрим, что у нас получилось. Конкретный пример Кобичала. Вот у меня магазин Чес Альфа Спорт. У меня был один чек. Сумма покупки была 416 евро. Налог 22%. Получается сумма 75 евро. Посредник, который возвращает деньги за Tax-Free, они тоже берут комиссию. Не знаю, сколько они берут, но в итоге мне на карту должны начислить в течение пяти дней. Общая сумма налогообложения, как это называется, НДС 75 евро, а мне они начислили 51 евро. Начислят. Гораздо все нагляднее. Потраченная сумма 416 евро. Сумма, которую вы вернете, 51 евро. Все вещи должны быть с этикетками, в случае, если их решат проверить. Все эти вещи, которые вы вывозите, вы их возите в Россию. Они должны быть с этикетками. Но потом же я часть везу в Россию, но я что-то для себя купила, и потом я в этом вернусь сюда же опять. Сейчас я вам скажу, что такое Tax-Free, чтобы у вас не было вопросов. Вы думаете, такая умная? Нет. Я просто ищу информацию в интернете. В Италии Tax-Free товар, который освобождается от налога. У них этот налог составляет 22%. И когда вы выезжаете за пределы Италии, то вы эти 22% можете вернуть, потому что вы не должны платить Италии налоги. А общая сумма покупок должна быть выше 155 евро. 155. Их надо совершить в течение дня и непременно в одном магазине. Ну, в принципе, все. Если вам нужно возвращать деньги по Tax-Free, то прибавляйте еще один час как минимум, чтобы приехать заранее. Может, это все быстро пройдет, но может, как у меня, была ошибка в паспорте, мне нужно было звонить, они там еще кому-то звонили. В итоге все успело. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Если оно было вам полезно, обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк этому видео и увидимся с вами в следующих выпусках. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин